МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот список одержимой красотой могут продолжать до бесконечности. Цена вопроса уже никого не интересует, но при достижении цели эти одержимые красотой забывают о главном. Забывают о том, кому они себя доверяют. Хирургу, пластическому хирургу, виртуозу или мяснику в белом халате. Итак, тема сегодняшней нашей программы – одержимые красотой. Свои 28 лет Юлиана вдруг поняла, что несовершенно. И начала изменять себя к лучшему. Сначала была липосакция, после чего была коррекция груди, коррекция сосков, коррекция неудачных швов на теле. Ее страсть к собственному телу навсегда лишила ее связи с самым близким человеком, с ее мамой. У нас в гостях девушка, которая не перестает усовершенствовать себя, свою внешность. Встречайте, Юлианна. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Юлианочка, скажите, пожалуйста, а до 28 лет вас все устраивало в вашей внешности? Ну, есть нюансы, которые женщина переживает после рождения ребенка, которые с возрастом приобретают более глубокие, что нельзя убрать ни спортом, ни какими-то физическими упражнениями, ни диетами, ничем. То есть есть косметические дефекты, которые только можно убирать. То есть мы сейчас говорим о вашем первом шаге о липосакции, да? Да. Скажите, пожалуйста, а не страшно было первый раз ложиться к пластическому хирургу под нож? И скажите, пожалуйста, что это была за операция? Самое первое, это была липосакция. Это было удаление на ягодицах, так называемые у женщин ушки. То есть это увеличенные бедра, это немножко фигура. Ну, смотрите, сделали липосакцию, чуть-чуть убрали ушки, стройная, красивая, нет, пошли дальше. Что же было потом? А потом была грудь. После родов она деформировалась, то есть ореола соска, она растягивается, так как я кормила ребенка грудью. Она была опущенная, она была неэстетического вида. И на этом вы остановились или нет? Нет, все-таки возраст верят в своем. То есть после этого была и, опять же, повторная липосакция, ореолы, контурные пластики лица. Мне бы хотелось задать вопрос, Юлия Аня, а вы нравились себе в подростковом возрасте? Да, очень. Очень нравились, да? Очень нравилось, да. Ну, значит, причиной стало... Роды стали той психологической травмой, которая повлияла и запустила, ну, фактически зависимое поведение. Скажите, пожалуйста, а как церковь относится к пластической хирургии? К пластической хирургии к церковь никак не относится, потому что я считаю, что человек должен быть красивый внешне и внутренне. Церковь не будет никогда отлучать от себя человека, делавшего пластику. Но церковь всегда говорит человеку, что он состоит не только из внешнего. И на самом деле Бог смотрит не на внешность, а на сердце человека. Поэтому каждый человек должен заботиться не только о внешнем, но и внутреннем. Я хочу обратиться к Сергею Рызаку, главному редактору журнала «Максим». Вы обращаете внимание на то, что это натуральные формы или, скажем так, приобретенные? И имеет ли это значение? Конечно, обращаю и всегда стараюсь сказать «нет» девушке, у которой не своя грудь, потому что вполне хватает в Украине, у которой потрясающий женский генофонд, девушек со своей грудью. Оксана, скажите, пожалуйста, у вас большое количество клиенток, да, не бедных клиенток, скажем так. И я думаю, что вы встречали эти искусственно совершенные формы. 50 на 50. 50 на 50. Скажите, с кем легче работать? Если честно, вообще моя основная концепция, когда я работаю напрямую с клиентом, я предлагаю сначала полюбить себя такой, как ты есть. Если ты себя такой любишь. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть мы делаем все эти хитрощи, которые знают хорошие кравцы и хорошие дизайнеры, без втручания любого ножа. То есть мы где-то там подтискаем, где-то подтягаем, где-то подпихаем. И в принципе визуально выходит такой же прекрасный бюст, такая же чудовая таля затягнута в курсет, такие же бедра, но без хирургического втручания. В соответствии, когда человек требует от меня все больше и больше, и больше, и больше, и больше, я скажу, извините, это до пластического хирурга. А я хочу задать вопрос к пластическому хирургу Андрею Геннадьевичу Макееву. Скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать отношение к искусственной красоте и естественной? Если проанализировать ню фотографии современных фотографов, где-то в диапазоне лет 20 последних, то там будет где-то соотношение 60 на 40. 60 это искусственные формы, 40 это естественные формы. Просто, к сожалению, изменились тенденции, а может быть их счастье, изменились принципы восприятия, принципы успешности. Это все оказывает влияние. И с другой стороны, если человек хочет, он имеет полное право это делать, если этим он не вредит себе и окружающим. Вы помните историю, когда во время фотосессии израильскую модель, ее звали Орид Фокс, змея укусила за силиконовую грудь. И представляете себе, через полчаса умерла змея. Вы уже в чём узнали? Вот, а я хочу спросить, задать этот же вопрос в зал. Как вы относитесь к тому, что у женщины в груди достаточно ядовитые, наверное, импланты? Мне нравится всё, должно быть природой натуральной. А мне нравится, там красота и страсть. Вот, пожалуйста, два мнения. Юлиан, ну вот вы слышали несколько мнений, да, мне нравится, мне не нравится. Вот не боитесь, ну я скажу простым языком, что у вас в груди отрава. Всё-таки пластическая хирургия не стоит на месте. И дело в том, что сейчас вот существует силикон. Не силикон, как был точнее ранее, а гель, который абсолютно безвреден, который не даёт никаких осложнений. То есть у меня вот новейшая как бы технология. Скажите, пожалуйста, Андрей Геннадьевич, к вам обращаются многие. Это опасно для будущей мамы? В процессе беременности? Если в перспективе девушка хочет быть матерью, я всегда задаю вопрос, когда? В ближайшее время сначала мать, родить, выкормить ребёнка, а потом, пожалуйста, приходите. Но как-то накормление грудью это влияет? При правильном выполнении операции, при современных методиках, практически все пациентки кормят грудью. Закрывается во Франции завод по производству имплантов, а закрывается потому, что нарушили технологию, и там действительно токсические вещества. И что делать, что менять, как в автомобиле? Это вопрос конкретному производителю, конкретному заводу. Конкретный производитель, но он имеет все сертификаты. Но не к хирургам. Имел, конечно. А к хирургам другие вопросы. Вот чем отличается самурай от пластического хирурга? И в то, в то есть нож. Но один из них точно знает, как пользоваться. Юлианна, я знаю, что вы два года не видели со своей мамой. Да. Да. Почему так случилось? Расскажите, пожалуйста. Ну, как бы изначально, когда у меня начали появляться проблемы, то я говорила, что я хочу сделать там операцию пластическую. Моя мама была категорически на это против. А когда я пришла и сказала, что я вот уже иду на операцию, то есть у нас как бы возник обычный семейный конфликт, на котором мы просто просто перестали общаться. Ну что ж, я хочу всем вам сказать, что через два года необщения Юлианна увидит свою маму. И сегодня, Юлиан, ваша мама Светлана Аксевна у нас в студии. Встречайте, пожалуйста. Здравствуйте. Светлана Аксевна, скажите, пожалуйста, какой в детстве была Юлианочка? Юлианочка была красивой девочкой. Добрым, милым ребенком. Когда подросла, конечно, стала привлекать внимание мужчин. А потом, к сожалению, непонятно, что у нее щелкнуло в голове, и она увлеклась вот пластикой. А почему вы против увлечения вашей дочери? Вы знаете, я знаю все, что извне, привносное, не свое, не натуральное, это вредит здоровью. И в первую очередь, я считаю, главнее всего, красота внутренняя. Ту любовь, которую ты даришь окружающим тебя людям. А почему вы не захотели уступить маме и отказаться от пластических операций? Ну, во-первых, как бы первая причина, потому что от мамы ушел папа. От того, что она стала поправляться, стала как бы толстеть, перестала вообще абсолютно за собой смотреть. Папа у нас был очень положительный папа, он лежал только на диване. Работала я на одной, на второй, на третьей работе. И дальше у меня просто лопнуло терпение. Не защищайтесь, вы прекрасная, красивая женщина. У вас есть мужчина, который близок к вашему сердцу? Такой мужчина есть. Прекрасно. Юлянка, а у вас есть возлюбленный человек, который...